Команда провела два матча за два дня. Серьезные спарринги, серьезные оппоненты. Какими они получились? Давай начнем со вчерашнего матча против Московского «Динамо». Ну, вчера самое главное, что получили опыт с таким сильным соперником. Мы посмотрели со стороны на свои ошибки, к чему надо стремиться. И где надо устранять какие-то неполадки. Она была интересная, соперник интересный. Больше на контратахах даже играл не показалось. Поэтому, я думаю, для анализа очень неплохой матч получился. Хотя результат, конечно, отрицательный. Каково было после матча? Все-таки 0-4 это достаточно крупный счет, крупное поражение. Насколько было тяжело психологически? Ну, конечно, всегда хочется выигрывать. Неважно, это товарищеский матч или официальный. В любом случае, неважных матчей не бывает. И когда проиграешь 4-0, ты всегда идешь с плохим настроением. И копаешься в себе, где-то анализируешь, почему так. Но очень важно проанализировать цепочку всех голов этих и понимать, к чему двигаться дальше. Так, в целом, как ты считаешь, было ли такое, что после вчерашних 0-4 небольшой мандраж, что ли, перед сегодняшней игрой против «Зенита», что может быть повторится такой же результат? Потому что все-таки «Зенит» – это чемпион России, очень крепкий соперник. Да, нет, я думаю, такого в головах не должно было быть у футболистов. За себя могу сказать, что абсолютно спокоен был. Я был уверен, что каждый из ребят выложится на 100% в этом матче в зависимости от своей готовности. И мы старались сегодня играть больше, конечно, на результат. Ну и, конечно, было интересно проверить свои силы с таким соперником. Это все-таки такие же люди, как и мы, и ничего там такого, естественно, нет. Да, и исполнители легионеры очень сильные, но я считаю, с такими соперниками интереснее играть, нежели с какой-то слабой командой. Всегда набираешься больше опыта какого-то, особенно молодым. Им интересно посмотреть даже со стороны, кто не принимал участие, чтобы понимать, к чему стремиться и для чего ты вообще играешь в футбол. Вот в такие команды надо мечтать, чтобы попасть, и тогда будет прогресс. Мне кажется так. Два матча за два дня достаточно серьезная нагрузка, как ноги и как голова. Да, вроде, ну, я как бы нормально себя чувствовал. Ну, да, какие-то были там такие микро дискомфорты, но они, когда вкатываешься в игру, забываются. А, в принципе, тренерский штаб сделал недельный цикл и подвел нас в очень хорошем состоянии к игре. Где-то чуть-чуть отпустил тренировки ближе к играм. И я считаю, что, ну, там, кто-то сыграл в первой игре 20 минут, кто-то 70, потом во второй игре наоборот. Поэтому, я думаю, нет проблем. Но все-таки игра, игра всегда интереснее, нежели тренироваться. Сергей Витальевич, после вчерашнего 0-4, сегодняшняя ничья с «Зенитом» – это совсем уже другая игра, другой результат, что самое главное. Доволен ли вы сегодняшним матчем? Ну, опять же, есть момент, которыми ты доволен. Вот, и есть моменты, над которыми стоит работать и улучшать их, чтобы команда прогрессировала и играла еще лучше. Ну, в целом, как бы, извекли ряд уроков. Это то, что мы с «Динамо» играли неправильно. Мы попытались играть первым номером, получали быстрые контратаки в свои ворота. Ну, и, конечно, те ошибки, которые мы допустили с «Динамо» Москвой, они вылились в этот результат. Сегодня мы меньше ошибались, играли более организованно, дисциплинированно, меньше людей выпало. Вот, но основная моя задача была посмотреть именно, насколько ребята готовы, готовы ли они отыграть 90 минут или 60 минут, или кто на сколько. Вот, и для меня вот эта информация на сегодня больше всего важна. Плюс, знаете, что у нас новая команда, много новичков, и все немножко в разных кондициях. Тут «Динго» заболел, там, кто-то сборную уехал, то есть тоже были свои, но зато на других ребят легла нагрузка побольше. Вчера «Родионов» отыграл 90 минут, и я у него спрашивал, он говорит, еще мог свободно играть, то есть не было проблем по функционалу. Тот же Халимочи вчера сыграл 60, сегодня 90 минут. Ну, я понимаю, что это защитники, но это все равно, это молодые защитники, и их степень подготовки меня радует. И в беседе с другими ребятами тоже все, как бы, говорят, что больших проблем не испытывали, и доиграли бы матч до конца. Это такой обнадежившийся момент, то есть объем мы уже держим. Осталось добавить именно в скоростной работе, в рывковой, в торможении, вот в этих делах. Ну, и, конечно, связки, надо играть быстрее, меньше браков, простых ситуаций допускать, и шлифовать атаку. На самом деле, сегодня брака действительно было меньше по сравнению с вчерашним матчем, несмотря на то, что у «Зенита» уровень мастерства футболистов все прекрасно знают, какой. Нет, я бы не сказал, что это все относительно в плане «Динамо-Москва» и «Зенита». По мне, две сопоставимые команды с классным набором футболистов, классный тренерский штаб у обоих. Просто, я думаю, мы сегодня сыграли более правильно, более цельно, так бы я бы сказал, более организованно. Вот, поэтому и такой результат. И ребята бились. Тем не менее, по-прежнему у нас есть небольшие проблемы в атакующей линии. Мало у нас пока возможностей забить, как считаете? Что можно сделать с этим? Ну, во-первых, «Зениту» и в чемпионате России никто по три не забивает, там, по два. Вот, мы свои эпизоды имели, имели еще один эпизод забить, там, рядом, там, со штангой, там, там чуть-чуть где-то не хватило. Немножко другое, может, не хватает последней передачи, вот этого последней, такой, как сказать, мастерства вот этого. Ну, его так не приобретешь, это, ну, и сыгранность. Конечно, надо, чтобы ребята сыгрались, понимали друг друга с полуслова и с полутакта. Какие у нас планы на ближайшую неделю, расскажите, пожалуйста. Также еще, еще ребята поддерживаю под нагрузками, и нам важно сыграть вот эти два матча. То есть, никакого послабления не будет, вот, сыграть два матча, посмотреть уже, куда мы, к чему мы пришли. Ну, и что уже, игра не за горами с БТ, но очень сложно готовиться именно к одному матчу. Все равно, как бы, в голове стоит подсознательность, стоит у тебя, что надо команду подвести именно к чемпионату, а не к одному матчу. Потому что у нас идет кубок, чемпионат одна игра, кубок, и потом опять пауза. То есть, есть вопросы по... По календарю. Да. Ну, вопросы, они всегда, комфортно никогда не будут, но надо выкарабкаться с этой ситуацией. Можно ли понимать, что в ближайших двух играх уже будет вырисовываться более-менее оптимальный состав? Ну, на сегодняшний день я ставил... Основную задачу это подготовить 15-16 таких боевых единиц, которые реально до летнего трансферного окна, которые дотянут, которые будут... Ну, и плюс, у нас, я считаю, очень хорошая молодежь. Очень хорошая, которым не надо просто останавливаться, надо еще больше пахать, работать и биться за место в составе. Оно для всех открыто, и я считаю, что Халимончик своей игрой. Тот же Родионов, я считаю, очень уверенно. Ну, достаточно добротно сыграл с Динамо Москвой. Вот, конечно, есть в развитии атаки где-то нервозность определенная, но их самоотдача, их желание мне очень понравится. Субтитры сделал DimaTorzok